Друзья, всем огромный привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать! Сегодня я к вам с интересным и полезным видео. Вместе с вами сегодня будем тестировать совет моей постоянной подписчицы. Она работает в офисе, носит ежедневно белые блузки, рубашки. И сказала, что только один способ ее всегда безотказно выручает. И она с удовольствием поделилась со мной рецептом. Итак, вот такая вот белая рубашка. Видно, что грязный белый воротник. Прям вся грязь въелась в ткань. Сам цвет тоже такой слегка желтоватый. Но камера, конечно, не передаст такой переход. И вторая рубашечка. Вот эта рубашка полностью хлопковая, а вот эта вот рубашка с добавлением синтетики. Я специально подобрала такие ткани, чтобы посмотреть, способ работает на всех видах ткани. Или, например, только на хлопке, или только на синтетике. Вот, эта рубашка с добавлением синтетики. Для рецепта потребуется в первую очередь нашатырный спирт. Его нужно как минимум 50 мл. Затем нужно взять две таблетки для посудомоечных машин. Таблетки сейчас очень дорогие. Но я в магазине Светофор, либо Маяк, либо Допроцент покупаю вот такого вот бренда. Таблетки. Они очень бюджетные. Продаются большими упаковками. Здесь 100 таблеток. Я с ними не мою посуду. Использую их исключительно в бытовых целях. Значит, мою кухонные фасады, подоконники, стираю с ними. Мне таблетки нравятся. Никакого запаха они не имеют. И самое главное, очень бюджетно стоят. Значит, две таблетки. Можно вместо таблеток взять средства для посудомоечных машин фирмы Золушка. Тоже бюджетное средство. Продается в магазине Магнит Косметик. Значит, взять две столовые ложки порошка для посудомоечных машин. Если, как бы, нет таблеток. Дальше две столовые ложки кислородного отбеливателя. Я вам тоже, сейчас пользуясь случаем, покажу все свои кислородные отбеливатели. Вернее, даже не все, а их часть. Вот то, что я первое, что мне попалось на глаза, взяла. Сейчас покажу, что у меня имеется в запасах. Значит, есть у меня вот такой вот классный кислородный отбеливатель. Недорогой. Покупала его на Валборис. Здесь один килограмм расходуется очень-очень экономно. Затем, как-то по хорошей акции, покупала Синергетик, пятновыводитель. Он тоже с активным кислородом. Тоже можно считать, что кислородный отбеливатель. Персоль. Но персоль не подойдет. Персоль исключительно работает при высоких температурах. Персоль покупаю для того, чтобы выбелить эмалированную посуду. Либо с ней на высокой температуре освежая постельное белье. Затем есть очень хороший тоже кислородный отбеливатель АС. Продается во всех супермаркетах. В оранжевой упаковке кислородный пятновыводитель. Вот такой вот голубой кислородный отбеливатель. Затем есть у меня такой вот очень экологичный отбеливатель. Я покупала его давно. Но могу вам сказать, что сейчас он крайне дорого стоит. Но у меня вот имеется. По-моему, мыльные орехи называется. Как-то вот так вот бренд. Тоже заказывала на Валборис. Значит, с ним можно мыть посуду. Значит, вот как раз он отлично подходит для выбеливания эмалированной посудой. И можно с ним стирать. Затем есть у меня вот такой вот белорусский отбеливатель. Тоже неплохой. Тоже заказывала на Валборис. И в магазине Светофор, Доброцен, Маяк. Покупаю вот такой вот отбеливатель пятновыводитель. Называется Мистер Дес. Очень тоже классно он работает. Вообще, у него превосходный состав. Мне кажется, такой отбеливатель пятновыводитель можно сделать самим своими руками. В барабан стиральной машины кладу рубашки. Кладу две таблетки для посудомоечных машин. Отмерила две столовые ложки кислородного пятновыводителя и 50 миллилитров нашатырного спирта. Стирать буду в режиме блузы-рубашки. Значит, температура 40 градусов, скорость отжима 800 и стирка будет чуть больше часа. В барабане, друзья, умеренно пены. Не скажу, что обильное пенообразование дает этот состав моющих средств. Но я думаю, что простирается неплохо. В принципе, пены достаточно. Единственное, как видите, у меня таблетка попала на резинку. И вот она там лежит, не растворяется. Поэтому в следующий раз я таблетки растолку. Либо буду добавлять порошок. Все-таки так надежнее, чтобы все ингредиенты вот именно во время стирки поучаствовали. А так, в принципе, неплохо все стирается. Но самое главное, конечно, результат. Рубашки постираны, они высохли. Давайте оценивать результат. Друзья, скажу вам честно, я в восторге от способа. Я очень довольна, что ничего не замачивая, не замыливая, я смогла вот так вот хорошо освежить белый цвет. Ни серости, ни желтизны. Рубашки прям искрятся белизной. И запах от них прям такой свежий-свежий. Вообще ни грамма не пахнет, ни нашатырным спиртом, ничем другим. Вот прям запах свежести и чистоты. И они очень-очень белые. Ни единого пятнышка. Вот я вам сейчас покажу, насколько беленький цвет. И эта рубашка, которая была значительно желтее, мне кажется, она тоже очень хорошо осветлилась, несмотря на то, что в ней синтетика плюс хлопок. Эта рубашка полностью хлопковая. Хлопковая рубашка, она прям вот искрится белизной. Она очень хорошо восстановилась. Эта рубашка тоже, смотрите. Нигде нет никаких черных точек, никакой грязи. Низ рубашки чистый. Вот здесь вот были от брюк черные пятна. Ну, то есть краска полиняла. Смотрите, все белоснежное. И воротничок. Воротничок вот прям идеально чистый. С машинкой тоже ничего не случилось. Я, знаете, заглянула в барабан. Все нормально, никакого постороннего запаха. Вообще ничем не пахнет машина. То есть наш отырный спирт полностью вымывается. Ни грамма, ни капли, ничего от него не остается. Обязательно пробуйте, обязательно восстанавливайте свои белые вещи. Все это можно сделать легко и просто прямо в стиральной машине. Огромное спасибо за просмотр. Всем пока!